Здравствуйте, друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым Годом! Я это испытала на собственной, что называется, шкуре сегодня, потому что Новый Год он такой, он создаёт пробки. Когда ты это осознаёшь, а вокруг нет ни одной станции метро, а ты на машине... Ну, в общем, простите, каюсь, не хотела. Я человек прямого эфира, поэтому обычно я прихожу вовремя. Ну а Новый Год действительно создаёт какое-то такое чумовое, чудесное, волшебное иногда настроение. И даже никакие пробки, правда, не могут нас вышибить из седла, согласитесь? Вы же меня понимаете. Здесь много прекрасных людей собралось. Спасибо большое, что вы пришли. Московский дом книги для меня дом родной. Дело в том, что я своих внуков вырастила здесь. Мы приходили сюда всё время с мальчишками, и бесконечно вот в этих полках, погрузившись, я их отправляла в детский отдел. Потом мы ходили в кафе, помните здесь ещё, да, вот, я не знаю, я просто не знаю, там есть это кафе или нет, но они ели здесь бутерброды. У них был пятичасовой перекус обязательно. Вот, а после этого, значит, мы набирали такие огромные пакеты книг, и они всяко разно дома их читали. Ещё же здесь много продаётся всяких штучек, ручечки, там, тетради. Вот, и поэтому это действительно такой здесь мир-дух Москвы и мир-дух книги. Поэтому мне показалось, что появление моей в жизни первой книжки должно обязательно пройти тоже здесь. Раз внуки здесь выросли, значит, и книжка, Бог даст, вырастет здесь тоже. Мне кажется, что, знаете, тут многие говорят, вот он писатель, да какой писатель, вы что? Конечно, нет. Я попробовала, это вот мой такой опыт. Ну, хорошо, автор, журналист, согласна. Но ещё и выдумщик, потому что это фантазии. Почему фантазии? Потому что Коктебель, в котором я уже больше 20 лет обитаю, не может не вызывать ощущение сказки. И основная, наверное, сказка в этом Коктебеле – это дом-музей Максимилиана Волошина. Скажите, пожалуйста, кто из вас был в Крыму? Да. А кто из вас был в Коктебеле? Да. Кто был в доме Волошина? Вот, жалко, что только одна рука, но вы наверняка меня поймёте. Это дом, в котором ты проваливаешься в портал того времени, когда он жил. У меня есть друзья, которые приезжают в Коктебеле, идут в дом Волошина. Знаете, приходят утром, пришли утром, посмотрели, потом поотдыхали, вечером вернулись. Они находились, на них стали коситься представители музея и подумали, наверное, может, ограбить хотят. Нет, они просто дышали вот этой атмосферой литературы и сказки. Поэтому, как мне показалось, я должна обязательно, во-первых, рассказать нашим детям, честно говоря, сказки для взрослых тоже, нашим детям о том, что жил на свете такой прекрасный поэт, такой чудесный художник, к которому собирались в гости и приезжали аж из самого Москвы. Представьте, ехать тогда, в 1910-х, 20-х, да и 30-х годах, как далеко. Цветаева, Гумилёв, Кормечаковский. Таких людей, как я сейчас перечисляю, были сотни. Это были великие люди того времени нашей страны. И, конечно, по пальцам можно было перечислить тех прекрасных поэтов, которые просто не могли жить совершенно без Волошина. Поэтому мне показалось, что я об этом должна рассказать детям. А если кто был в Коктебе и помнит, там бухта коктебельская, с одной стороны, она закрывается скалой, а на скале профиль Волоши. Вот как так бывает, скажите? Откуда взялся этот профиль? Когда Максимилиан себя увидел, он сказал, боже, я здесь точно не просто так. Это я. А это Батисидос, такой братой мохнатый, красивый. И этот человек сделал так, чтобы Крым, и Коктебе, в частности, стал центром притяжения. Он придумал легенду. Вот надо же было так придумать. Вот что такое мифы? Он придумал историю о крадалском чудище, которое живет себе где-то там, в море. Вообще, это такая страшная штука, животные, страшные, которые периодически уходят на поверхность. И, знаете, люди с тех пор верят. У нас есть такая телекомпания, РНТВ, а фильм все время рассказывает о крадалском чудовище. Ну вот, как? А это все Волошин. А тогда не было никаких ни гаджетов, ни телевидений, ни радио. Тоже тогда только-только изобреталось. Представляете? Вот что такое правильные мифы. Поэтому вот это чудо, в котором ты оказываешься, оно дает вот такую фантазию. Более того, так получилось, что я вообще чудо собиралась писать. Я просто рассказывала детям сказки. И какую-то сказку записала. И совершенно нечаянно отправила своему сыну. Ну, нечаянно. Я собиралась отправить подружки, которые тоже дети. А он прочитала и говорит, ух ты, слушай, классно. Что ты не пишешь? Ну, думаю, ладно. Спасибо ему за поддержку, но думаю, ладно. А потом написала и у меня, знаете, или жарить, сказки, ну, не жарить, жарить. А у меня есть два крестных у этой книжки. Первый крестный мой друг, старинный друг Павел Астахов. Он еще и пишет много. Я ему как-то прочла, он говорит, ну, ты чё? А чё ты их делаешь? Ты не скажешь, ты монаха, просто настроение не буду держать. Ну, что ты, слава, добрый, говорит. Они как раз в семье приехали к нам, как тебе. А потом моя любимая Елена Васильевна Малышева говорит, а чё ты эти сказки не выпустишь? Ты что? Что они у тебя лежат? И вот эти два моих креста подвигают меня сделать так, чтобы я оказалась в результате в издательстве АСТ. И вы знаете, что АСТ как-то с любовью это все приняли. Сказать пойдет. И что там даже есть правильный? Вот. А потом, потом, что... А, да, сейчас же еще аудиоверсия готовится. Она такая чудесная. И у меня есть прекрасный композитор Марина. Она живет в Голландии, она русская. Уехала в Голландию, и там радует своей музыке. И вот для того, чтобы поучаствовать в создании этой музыки, она даже сюда приехала. Поэтому вот аудиоверсия выйдет в сопровождении Марины музыки. Это тоже очень приятно. Ее немного, но она такая деликатная, такая красивая. Но это не понятно. С 13-го числа я решаю издательство АСТ выпустить эту аудиоверсию. Но сама книжка уже, вот она, вот она появилась. Я хочу у организаторов спросить, как у нас со временем? Нормально? Или надо переходить уже в другой зал? Мы можем еще продолжить нашу беседу, потом... Вы тогда координаруете. Да, конечно. Да, потому что время я уже потеряла. Кстати, говоря со временем, я не знаю, как у вас со временем. Я имею в виду чувство времени. Оно у меня обостренное, потому что я человек прямого эфира, и всю свою жизнь, я выходила в прямой эфир. Поэтому, сумеется, ну вот чувство вот этого вот... Секунды, оно у меня прям внутри. Я точно знаю, что если я просыпаюсь, то это 3.20 утра. Это время, когда надо идти в доброе утро, надо заряжать людей оптимизмом. Поэтому чувство времени, оно у меня вот очень-очень сильно. Но здесь, в этой пробке, оно растворилось. Но это ладно. Может быть, есть у кого-то вопросы. Кстати говоря, если вы... Да, девочки, я опять как организатор. Мы подписываем внизу? Да, конечно, на первом этаже. А, все, внизу на первом этаже. Да. Я не знаю, любите ли вы фантастику? Любите ли вы сами фантазировать, мои прекрасные читатели, слушатели, зрители? Как вы относитесь к фантазии? Да, пожалуйста, скажите. Да. Конечно, фантазия все положительная. Положительная. Есть фантазия и в рамках закона, да? Так. Я вообще сказала. Ну вот, коллеги, видите, вообще писательство – это страшная сила. Моя подружка Таня Устинова, мы же, в общем, такая у нас была неразлучная троица, Устинова, Малышева, Шарапова. И вот Таня стала первой у нас писательницей, потом Лена, Лена Васильевна попробовала себя на этом поприще и сказала, я больше никогда этого делать не буду. Она издала книгу про диету. Но книжка, правда, классная. Ну а Тане что рассказываете о ней? Вы сами знаете, какой она у нас великий русский писатель, сколько книг она написала, и как много интересных детективов, амурных историй. И, конечно, Танюша просто, не знаю, такой прям неутолимый. Она очень много работает. Только, наверное, самое главное в писательском деле быть очень терпеливым и много-много работать. У меня, к сожалению, времени немного, но у меня уже готова почти вторая книжка. Я так радуюсь этому, потому что она тоже делала с 10 лет. Всё это как-то, знаете, растягивается. Да и поэтому я страшно радуюсь за тех людей, у которых есть возможность быть честь, внимательно писать, писать и писать. Но я надеюсь, что со мной тоже такое случится, потому что это очень увлекательная история, когда ты полностью уходишь в мир фантазии, придумок. А вообще, честно вам скажу, я очень люблю, когда книжки основаны на реальных событиях. Я как журналист считаю, что это вообще, наверное, одно из самых больших, ну не знаю, каких-то возможностей людей познакомить с новым миром, абсолютно реальным, но через призму своего восприятия. Поэтому всё, что я буду делать и делаю, это на основе собственных знаний, собственных знаний фактов создавать уже мир, может быть, даже и фантазийный. Потому что, правда, фантастику я очень люблю. Что касается фантастики, знаете, я же подписана в интернете на все возможные и невозможные программы по космосу. Вот кто смотрит программы по космосу в интернете? Вы, вы, вы меня понимаете. Вот вы НАСА, например, изучаете, смотрите, что творится в НАСА и как далеко ушёл космос, как далеко ушли ракеты, телескопы, как... А вы знаете, например, что на Луне похоронен человек? Представляете, я узнала на сайте НАСА. И это, конечно, это небольшая корна, и это некий планетолог, который вот перелетел, видимо, туда вместе с миссиями на Луне, которые были, было порядка десяти, от американцев. И вот они, видимо, изъявил такое желание. Вот такое вот чудо, да? Вот что узнаёшь там, там много чего интересного. И, например, маленький спутник, который летал-летал вокруг Земли, он взял и приземлился на астероид. Никогда в жизни никто на астероиде не сидел. Этот спутник сел на астероид, да, честно, мой хороший, и взял пробы, грунтые, оказалось, что там очень много льда. Вот о чём пишет НАСА. Да. Да, очень позитивные книжки, мне очень нравятся они. И всегда мне помогают все души и все сердца. Ой, ты красавица. Какая красивая класса, какая молодец какая. Правильно, мы с тобой, наверное, подружки, потому что я тоже люблю, когда души и сердца помогают, и когда всё позитивное. Скажи, когда солнце светит, даже несмотря на то, что очень много облаков. Но я вам, правда, рекомендую, не знаю, как вам, будете вы интересоваться этой книжкой или нет, но мне кажется, это большое счастье увлечься этим миром, миром волшебства в Коктебене. Мне кажется, судя по реакции детей, которые прочли эту книжку, а также их родителей, они уже просят продолжение. А там действительно суть в том, что мальчишки в этой книжке, они же собирают камешки, которые находят на пляже. А там есть какие-то камешки, куриный бог называется. Кто знает, что такое куриный бог? Ну что вы, что значит, вы живёте на суше и не имеете никакого отношения к морю. Вот человек знает, что такое. Что такое куриный бог? Скажите. Камешек с дырочкой. Да, и это считается огромным счастьем найти такой плоский камешек с дырочкой. Я не знаю, как природа создаёт такие камни, но оказывается, их очень много. Ты очень красиво движешь его камень, не начинаешь. Вот, и вот задача мальчишек спасти в конечном итоге некий кристалл, который зарыт глубоко-глубоко в заповеднике, городах. Вот, его нельзя оттуда вынимать, потому что если этот кристалл достанешь, то он по земле закончится мир. А для меня вообще Крым – это такое место, которое является гарантией мира на планете, поэтому к Крыму надо относиться очень много нережно. Поэтому я лично за то, чтобы этот кристалл оставался в этой чудесной нашей заповеднике. А ещё у нас на заповеднике есть, в заповеднике есть подписающий «Мёртвый город». Игорь, мне самое страшное. Но, конечно, он не построен, он создан в результате взрыва вулкана, который взорвался когда-то миллионы лет назад, наш знаменитый коронавр. И вот в этом мёртвом городе происходят всякие страшные, но очень интересные вещи. Вот там как раз кристалл, между прочим. Но до него надо добраться, там живут маленькие тролли. А один человек, он егерем работает в заповеднике. Кто знает, что такое егерь? Ну, егерь. Так вот, у нас этих егерей в заповеднике полно, потому что простой человек не пройдёт в заповеднике. В действительности туда можно попасть только с помощью проводника, егеря. И вот они в специальной одежде в такой, в пельмиско такой, в камуфляжной форме. Они проводят туристов по заповеднику. Ну, есть же такие туристы, которые могут отстать, вы понимаете, и заблудиться, вы понимаете. И вот тут-то начинается. Вот там получилось, что один егер не простой, а волшебный. Вот, собственно говоря, почему он волшебный, вы посмотрите в этой книжке. Есть ли какие-то вопросы? Я буду рада отвечать на ваши вопросы. Уважаемые гости, у вас есть уникальная возможность лично задать вопрос автору. И у нас есть первый вопрос. Арина Яновна, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. В ходе различных мероприятий с вами пересекались по работе. Рад, что у меня есть возможность сейчас задать вам личный вопрос. А какие ваши самые любимые места в Крыму? Вот посоветуйте нам всем, куда стоит съездить. У меня, например, это Топловский монастырь. Очень обожаю это место. Я там с Картебелем курортное есть, тоже классное место. Ну, в Теодосии тоже есть, куда сходить. А вы куда любите ходить, когда приходите в Крыму? Спасибо. Вы все знаете, что ли? Вы назвали те места, откуда я не ухожу. Топловский монастырь, этот монастырь, который я тоже помогала восстанавливать. После того, как он был брошен, ну, так сложилось что-то там. Ну, в общем, короче говоря, сейчас там возведен прекрасный храм. А Топловка там, высоко в горах находится. Там, я считаю, знаете, очень мужественные монахи не живут. Такая история абсолютно мужественных женщин, которые в советское время сумели сохранить остатки монастыря, сумели сохранить свою православную веру. Они продолжали молиться, несмотря на то, что, сами понимаете, что творилось вокруг, и молиться было нельзя, иконы нельзя было сохранить. А они, несмотря на этот страх, страх смерти, страх ареста, они все равно продолжали молиться и сохранять свою веру. И они даже умудрились из разрушенного большевиками большого храма в маленький перетащить оставшиеся религии. И поэтому для меня, мало того, что это горы, мало того, что в Крыму несладкая погода зимой, мало того, что им там очень тяжело жить было, вот несмотря на все это, они все-таки выжили, и для меня это монастырь мужественных женщин. Поэтому я очень часто туда хожу и просто благодарю, там очень хорошо. Что касается Теодосии, конечно, я там бываю, курортная, там такой классный музей ботанический, биологический, как раз он принадлежит Городательскому заповеднику, и там можно в этом музее увидеть все-все-все про удивительных птиц, которые живут в этом заповеднике. Начинают такое придумать. Коктебель – это же восточный Крым, и там в основном именно с Коктебеля начинаются степи бесконечные. Они переходят в Керчь, и там вот как раз киевские захоронения, там как раз курганы в этой степи. А у нас получилось очень здорово. Вот заканчивается наш Городательский заповедник, идет вот этот постепенный спуск в степь, там как Коктебель, и дальше уже вот степи. Вот мы живем между горами и степями. И в этом смысле тоже чудесное чудо, потому что мне кажется, что это дает какую-то атмосферу удивительную. Так что все ваши вопросы, они мои ответы. Я думаю, что теперь нам надо спуститься вниз, да? Уважаемые гости, презентация книги в очном формате, подошла к концу. У нас впереди приятная часть, это автограф-сессия. И мы разговаривали с автором книги, с Эриной Шараповой, и мы пообещали, что каждому подпишет книгу. Но это будет происходить не здесь, а в детском отделе, там, где эта книга и будет продаваться. Как приятно, Костя, спасибо. Поэтому под ваши бурные аплодисменты мы провожаем Арину Шарапову. Спасибо, друзья. Почетное место автора. И через несколько минут мы вас ждем на первом этаже в детском отделе. Пожалуйста, не забывайте про маски. Вам нужно будет, конечно же, соблюдать социальную дистанцию. И вы можете приобрести книгу здесь. У нас для вашего разработка работает касса. Можете подписать книгу там и уже платить ее на первом этаже в общих кассах нашего магазина. А мы через 10 минут встретимся с вами здесь же, на площадке, где презентуем книгу Виктора Добросоцкого. Это тоже детская книга, только она не художественная, а обучающая, образовательная. Как легко и просто рассказать детям про экономику. Добро пожаловать. Спасибо. Спасибо.